СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР У меня шахтное образование. Учился я община электрика подземного под шахтой. Встретил тут свою судьбу. Прошлось переехать со своего родного города. Пришел сюда первоначально электриком. Проработал некоторое время электриком. Появилась вакансия слесаря. С 2013 года я работаю в огнеупорной бригаде с огнеупорщиками. Я как слесарь, моя задача ремонт и обслуживание регламента газопроводов. Прокатный цех номер один. Самый большой цех завода площадью 50 километров. Поражает производственные мощности прокатного стана. Их достаточно, чтобы за 6 лет опоясать рельсами экватор земли. Завод самый интересный. Металлургия никогда с этим не связывался. Пожалуй, самый первый момент, который меня поразил, это у нас есть доменная печь, когда идет выпуск шлака и металла непосредственно. Я встал и, наверное, минуты 3-4 точно смотрел на эту красоту, потому что никогда этого не видел. Устроился уже непосредственно, первый день рабочий. Естественно, практика. Объяснили, показали, стажировали. Даже немножко уже поработали, и мне реально понравилось здесь работать. Но я понял, что завод как бы стабильный, а стабильность, вы сами знаете, это для нас самое лучшее. Я с детства стремился всегда со своим заработком, зарплаты хорошие, постоянные выплаты, больничный, ну, полный соцпакет, и задержек как бы в заводе здесь не существует. Поэтому я даже своим некоторым друзьям советую, которые ищут работу, я говорю, почему бы и нет, приди ко мне на завод. Ну, вакансий много. Даже если ты не профессиональный, там, электрик, или все равно это время обучит. Время, оно дает свои знания, и ты сам убеждаешься в том, что у тебя получается, и это хорошо. Каждое утро моя работа заключается в том, что я прохожу газопровода, и так проверяю на уровень утечки. То есть делаем три нажатия. Показания норме. В эти колодцы помещаются слитки металла. Перед прокаткой их нужно нагреть до температуры 1150 градусов при помощи газовой смеси. Огненный жар – неотъемлемый спутник производства металлопроката. Необходимый ингредиент – газовая смесь – находится под пристальным контролем со стороны работников цеха. Самое сложное – это, наверное, с газопроводами, потому что, как вы понимаете, газ – это вещь такая, что сами, да, опасная, вредная. Там нужна действительно предельная осторожность. То есть надо знать правильный подход. Таких кранов я, кроме нашего завода, больше нигде не встречал. Они держат вот эти вот слитки и вот эти сами захваты, как они удерживают. Я смотрел и долго удивлялся, когда открываются крышки, когда они в колодцы садят эти слитки, чтобы их нагреть, а потом их оттуда достать и отправить дальше по цеху. Это стало очень интересно. В 2014 году Дмитрий стал участником научно-технической конференции. Там его интерес смог воплотиться в новаторское предложение. Совершенствование производства, поиск новых возможностей и проявление искреннего интереса к своей работе – это путь собственного роста для молодого сотрудника. Каждая группа, сколько у нас там было, они выбрали свою тему. И мне попалась такая тема по нашим клещевым кранам, которые непосредственно находятся в моем цеху. Мы заняли первое место среди этих команд. Я надеюсь, что в дальнейшем времени все-таки я воплощу свое, как бы сказать, свое непотращенное зря время, свои идеи, предложенные заводу, и завод меня в этом поддержит. В первые дни стажировки, которые положено проходить любому работнику, сразу вот я для себя обратил внимание на пытливость. Он достаточно молодой, ему 25 лет. Видно уже вот эта вот юношеская амбициозность, желание узнать, стремление. Среди коллег по заводу есть друг. Именно он когда-то предложил Диме попробовать себя в настоящей мужской профессии. И дружба сотрудников предприятия выходит далеко за заводские стены. Это настоящее рабочее братство. Коллектив очень добрый, общительный. То есть с первых же дней, как я пришел к ним работать, то есть меня приняли практически как своего. Бригада вообще отличная, просто отличная. Мне с ними реально хорошо. Металл нужен везде. Ремонты идут везде. То есть какие-то постройки, здания, сооружения, естественно требуют сырья, продуктов. Наш завод способствует этим хорошим планам, хорошим построениям. То есть мы только за развитие. Днепровскому металлургическому заводу Евраза 130 лет. Дмитрий гордится своей профессией, коллективом, заводом. Это одно из градообразующих предприятий города на Днепре. Богатая история завода состоит из истории людей, истории поколений и современных металлургов. Каждый сотрудник, связавший свою жизнь с заводом, чувствует себя частью огромного и славного предприятия, где каждый на своем месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова